Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Дизайн-проект благоустройства парка у Дворца Пионеров обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей. Такова начальная цена контракта. Дизайн-проект должен включать схему развития пешеходной инфраструктуры, схему зонирования пространства, ландшафтные решения, предложения по сезонному использованию территории парка и ряд других пунктов. По данным источника онлайн, дизайн-проект должен быть готов до 18 декабря. «Экономика». Вятка Торф начала поставки сельхоз Торфа на Дальний Восток. Первая партия объемом 110 кубометров была отгружена по железной дороге со станции Кировкотловский в город Фокино Приморского края. Торф будет использоваться компанией «Новое время» для сельхознужд. Завод кипованного торфа в поселке Мирный Оричевского района, построенный Т-Плюс, начал работу в начале 2023 года. Технологическая линия позволяет в автоматическом режиме производить сепарацию до 120 кубов верхового торфа в час на 5 фракций и регулировать кислотность под любую рецептуру. Затем готовый грунт прессуется и пакуется объемом по 5 кубометров для удобства транспортировки. На данный момент производственная линия способна производить 178 тысяч кубометров в год. Основными клиентами являются тепличные комплексы, питомники растений, садовые центры и производители субстратов в республиках Татарстан, Коми, Удмуртии и в Пермском крае. В эфире «Экономика». Премию 205 тысяч рублей получит кировский учитель за успешно сдавших ЕГЭ учеников. Один из кировских учителей физики и математики отлично подготовил к экзамену сразу 41 выпускника. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Соколов. Он сообщил, что на днях подписал распоряжение о выплате нашим педагогам премий в сумме 5000 рублей за каждого выпускника, успешно сдавшего ЕГЭ. Всего таких преподавателей в Кировской области 285. Выплаты, добавил глава региона, станут ежегодными. Кроме того, с нового года планируется оказывать поддержку школам, где выпускники показывают высокие результаты на экзаменах по физике и математике. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.